Добрый день, дорогие коллеги. Хочу представить случай. Но, как вы видите, Республика Мариал – это далекая периферия. Наверняка большинство никто и не слышал о такой республике. Такой случай. У нас была пациентка, и сейчас есть, 1984 года рождения. На момент выявления опухоли ей было 28 лет. Поступила она с образованием яичника. Я немножко уточню. Я заведующая хирургическим онкогинекологическим отделением, и поступила пациентка ко мне. Ну и как часто бывает на периферии, пациент привык к одному доктору и лечится у него. При дальнейшем обследовании выявлена забрюшинная саркома подвздошной области Т2БН0М0 по КТ. И в марте 2012 года высоко дифференцированная липосаркома. Пациентка прооперирована в Ронси-Блохина гистологические миксоидные липосаркомы G2. И в июне-июле 2012 года она получила радикальную дистанционную лучевую терапию, ну как видите 50 Грей. В мае 2013 года, то есть приблизительно через год, по данным КТ выявлено очаговое образование передней брюшной стенки и брюшной полости. Была произведена пункция образования передней брюшной стенки. Цитологические функции опухолевых клеток не дали и решили наблюдать пациентку. При контрольном КТ через 3 месяца, МРТ, извиняюсь, метастаз в переднюю брюшную стенку, брюшную полость и малый таз, большой сальник, подкожную клетчатку. Была произведена повторная пункция образования передней брюшной стенки. И цитограмма подтвердила наличие саркома в мягких тканей. В последующем больная получала 10 курсов адриобластина с ифосфамидом со слабоположительной динамикой. После чего была переведена на схему гемзара с таксолом. Получила 3 курса. За это время она была также прооперирована в ронсе с палеотинной целью удаления опухолевых узлов. Резекция большого сальника. Гистологически была миксоидная липосаркома со слабо выраженным лечебным патоморфозом. И через 2 курса ей также был удален рецидив опухоли в области верхней трети левого бедра, которые имели строение миксоидной липосаркомы третьей степени. В краях резекции элементов опухолевого роста не было. Но уже в июне 2015 года вновь прогрессирование. По КТ рецидив в малом тазу, передней брюшной стенке, поверхности левого бедра. Цитологический липосаркома, миксоидный вариант. Больная конструктирована в ронсе имени Блохина. Рекомендовано динамическое наблюдение. И при динамическом наблюдении через 3 месяца по МРТ также многоузловой рецидив липосаркомы мягких тканей, передней внутренней поверхности верхней третьего бедра, в полости таза, подкожно-жировую клетчатку передней брюшной полости. И не исключалось вовлечение в процесс наружной подвздошной артерии, ломных костей в области симфиза и бедренной кости. Было продолжено лечение полихимиотерапией адриобластинцев с фоамидом, на фоне которого в 6 курсах произошла стабилизация заболевания. Но через 3 месяца по КТ небольшое уменьшение опухоли в динамике, и решено было наблюдение. В сентябре 2016 года прогрессирование заболевания, отрицательная динамика по данным КТ органов брюшной полости, и учитывая проведенные 2 схемы химиотерапии, 2 линии, было решено перевести пациентку на эребулин, который она получает по настоящее время, с сентября 2016 года. Каждые 2 курса была проведена динамика КТ, небольшое уменьшение очагов в течение первых 6 курсов эребулина. После 6 курсов эребулина, по данным КТ, была стабилизация. И вот сейчас, как раз перед тем, как я приехала сюда, пациентка приехала к нам в отделение на 10 курс, клинически у нее идет прогрессирование. То есть общий безрецидивный период на фоне лечения эребулином у нас был 9 месяцев. Вот такое клиническое наблюдение. Спасибо большое, но здесь помимо наблюдения клинического эффективности эребулина, очень показательная история течения классической липосаркомы с додифференцировкой. Практически с появлением низкодифференцированного компонента продолжительность жизни уменьшилась, а такие больные, которые у нас есть, которые лечатся десятилетиями, и это использование комбинированных методов и хирургической, и химиотерапии позволяет значительно увеличить выживаемость этой группы больных. Какие вопросы есть? Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.